Мы с Антоном не сговаривались, конечно, но то, на чем он сегодня заканчивал, я с этого начну. Сегодня эту проповедь я посвящаю нашим сестрам, не только сестрам нашей поместной церкви, но и сестрам, которые смотрят нас через интернет, через болгарско-христианское телевидение, сестрам церкви Иисуса Христа. Да, и кто из вас, сестры, догадается, о чем я сегодня буду проповедовать, чему я хочу посвятить свою тему, у кого есть слово знания? Конечно, о любви. О чем так сестры любят говорить, рассуждать, думать, молиться? Это о любви. И вначале я хотел бы... Тема моей проповеди сегодня «Божья любовь – это тебе не какая-нибудь осисяй?» Это я к тому, что понятие любви в мире настолько исказилось, что это вот осисяй. Ну, это осисяй, там, любовь осисяет, что-то такое, знаете, душевное, умолительное. То, что к Божьей любви не имеет никакого, абсолютно никакого отношения. Вот сегодня именно об этом я хочу с вами поговорить, порассуждать. И я, конечно, хотел вот как раз-таки открыть определение любви, которое нас раньше вот в церкви прямо даже вот заставляли, ну, как-то убеждали. Говорит, выучите эту главу наизусть. Это первое послание Коринфянам, 13 глава с первого стиха. И мы учили эту главу наизусть. Ну, просто она от зубов отлетала. Давайте мы сегодня... Можно не громко, но мне бы хотелось, чтобы это... Вся церковь произнесла, да, как какое-то такое мощное исповедание, да, веры. Чтобы еще раз напомнить нашему духу, да, что вот, что есть любовь. Давайте мы так негромко вместе прочитаем. 3-4. Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я, познан. А теперь пребывает сие три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Можете сказать на это аминь? Аминь. Прекрасная глава, я бы назвал это поэзией, поэзией апостола Павла. Это можно, ну, кстати, на эту главу написано очень много стихов, стихотворений, поэм, каких-то баллад, ликенд, написано очень много песен, очень много рассуждений, очень много философских трактатов. То, что это породило. Ну, я хочу сказать о том, что, конечно же, апостол Павел писал прекрасно и поэтически у него было высочайшее образование на то время, но Иисус Христос сказал лучше. И это отображено в Нагорной проповеди. И я хотел бы вот эту тему все равно совместить с той 21-дневной программой, которую мы сейчас проходим. И там так получилось, что сопало, и я верю в то, что это не случайно, потому что вот в этой книге, которую мы проходим, это книжка, да, христианская книжка, но она с научными такими последними достижениями. И сегодня я апеллирую не какими-то воздушными категориями, которые не доказаны, то, что доказать невозможно, или любой неверующий человек скажет, ну, что вы там басни какие-то рассказываете. Сегодня я апеллирую научными доказательствами. То есть то, что уже можно вот так вот пощупать, то, что уже доказано, то, что уже подтверждено, не одним каким-то научным изысканием, за что уже ученые, несколько ученых, получили Нобелевские премии. Аллилуйя! За то, что они вот открыли. И открытие уникальное. даже неверующие ученые сегодня пришли к такому убеждению о том, что человек был создан. Он был создан изначально. И вы знаете, для чего он был создан? Он был создан изначально для любви. Это его предназначение. Это то, в чем человек призван плавать, как рыба плавает в воде. То есть это естественная среда обитания. Это то, в чем человеку хорошо, комфортно. То, в чем человеку настолько хорошо и настолько, вы знаете, радостно, что он именно в этом состоянии чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Удовлетворенным человеком. И сегодня у меня для вас такое радостное послание. Оно немножко с юморком. Я так иногда люблю пошутить. Вы знаете, ученые открыли о том, как устроен наш мозг, о том, как устроено наше сердце. Научные исследования последнего времени четко установили, что человек в состоянии любви не может болеть. То есть он автоматически, даже если он болен, он выздоравливает. Он восстанавливается. Иммунная система мобилизируется настолько, что никакие болезни, никакая инфекция не может победить эту иммунную систему. Эта иммунная система, наоборот, побеждает любую инфекцию, в том числе и спид, по-болгарски спин, и просто выбрасывает эти остатки распада бактерий или какой-либо другой инфекции, вируса из своего тела. и наоборот, состояние страха, состояние раздражения, состояние гнева, состояние обиды, состояние непрощения для человеческого существа неестественны. Человек изначально не был для этого создан, когда человек входит в такие состояния, его организм, его здоровье начинает что? Автоматически разрушаться. Его иммунная система начинает слабеть, потому что изначально человек для этого не был создан. Слушайте меня, да? Это правда. Это то, что уже доказано. Это то, что уже ученые всего мира уже доказали. Оказывается, когда человек любим, оказывается, когда человек любит, оказывается, когда человек находится в какой-то такой семейной гармонии или ходит в здоровую живую церковь. Вы знаете, на самом деле, в чем важна церковь поместная? То, что туда реально можно прийти, и если это живая церковь, там тебя научат. Призвано научить что? Самое главное. Любить Бога всем сердцем и любить близнего своего как самого себя. В этих заповедях весь закон и все пророки. Так говорит Слово Божие. И что еще дисбалансирует наше здоровье, так это мысли шейкер. В этой книге приводится такое понятие, как бы понятно, да? Мысли шейкер, это когда у тебя в голове какая-то такая плюная каша, когда ты вот так разносторонник, пытаясь вот так все успеть, когда мы не уделяем достаточно внимания поступившей информации, не успеваем ее перерабатывать, поступает какая-то новая информация, и мы опять ее не успеваем, и мы как бы прыгаем вот по этим вот таким мыльным пузырькам, не успев обработать вот какую-то информацию, хорошо ее проанализировать. мы теряем способность концентрироваться, что для человека вообще очень важно. Человек это умное существо, которое призвано перерабатывать информацию и усваивать ее. Если это полезная информация, она идет нам во благо. Если это не полезная информация, нам очень важно вовремя ее оследить и просто что? Выбросить ее из своей жизни, чтобы она не вошла внутрь моего сердца. И в большей степени к этому как раз таки предназначены наши женщины, о том, что женщина, она не может без любви, ей надо создать какой-то уют, комфорт в своей семье, в своем доме. Она хочет, чтобы ее любили, она хочет, чтобы ее почитали, она хочет сама любить. У нее должен обязательно быть объект почитания и любви. Если женщина это не имеет, она может быть очень глубоко несчастной. Немножко мы поговорим о логике. И здесь вот в этом отношении на самом деле женская логика. Это понятие довольно такое, знаете, я когда-то проходил логику в медицинском университете. И, знаете, я видел этот учебник, я держал его в руках, я прочитал этот учебник. Это действительно такой тоненький учебничек. И как-то один человек зашел в кабинет своего преподавателя по логике и увидел, что на его столе лежит вот эта книжка тоненькая, написана логика. А рядом лежит такой толстый фолиант, и на ней написана женская логика 11-й том. Том 11. И это, вы знаете, это правда на самом деле. То есть вот изучать женскую логику, я просто еще расскажу, это уже, кстати, это уже о брате из нашей церкви. Один брат начал молиться, наш, да, и вот записки писал, смотрит, Бог начинает отвечать, целую тетрадку завел, потом смотрит, Бог отвечает, отвечает, им все молитвы становятся все более такие, знаете, уверенные, уже масштабы молитвы растут, уже тетрадка уже начинает, так вот, благодарности какие-то, вычеркиваются какие-то уже молитвы, на которые Бог уже ответил. И вот, знаете, вот на самом деле приходит такой посыл, как бы вот просто тихий голос Бога, ты молодец, ты начал верить, вот просил меня что-то такое более масштабное. Вот, Господи, вот у нас вот Черное море, да вот, вот на машине туда вниз спускаешься, ну вот пусть вот прямо от вот, вот от этой первой буны, которая вот с той стороны слева, сразу вот такая вот мощная магистраль, чтобы три полосы в ту сторону, три полосы в эту сторону, и на Одессу, вот какой-то мост такой мощнейший, да, через Черное море, чтобы на выходные можно было сесть спокойно и просто вот так в Одессу, да, вот в Одессскую народную церковь, туда съездить, там пообщаться с братьями и сестры, и такая пауза, и Бог говорит, ну вот такой мост, ну это просто, это такие сваи до дна, там же больше ста метров, да, это арматуренные, это вот эти все распорки, ну трудно, вот ты просишь, сын мой, а у тебя есть еще какая-нибудь такая вот нужда или какая-то молитва? Говорит, Господи, ну можно еще, хочу тебя попросить, вот чтобы мне понимать мою жену, чтобы на самом деле, вот я на нее только посмотрел, она молчит, а я уже знаю, вот как ей угодить, и чтобы я вот это сделал, и чтобы я действительно ей смог угодить, потому что я угодить ей не могу, вот что бы я ни сделал, вот Господи, помоги мне так научиться вот как-то предварять ее мысли, потому что каждая мысль, каждое ее слово, оно настолько непредсказуемо, помоги мне понимать мою жену. Опять пауза, через какое-то время ответ. Так, ты что-то там про мост просил? А, на Одессу, да? Это будет легче. И вы знаете, на самом деле, вот я хотел бы сейчас схему, да, чтобы вот просто мы посмотрели, это схема, которая выложена в интернете, это схема, как работает женский мозг. И нам мужчинам этого не понять никогда, вот поэтому Бог отказывается, вот отвечает на такие молитвы, но вы знаете, вот просто, что ученые доказали о том, что, ну, женщины могут вот так думать, но все-таки это нехорошо. То есть, сестры, вам надо вот от этого постепенно как-то вот так отказываться, проходить вот как раз-таки вот какие-то вот такие мощные программы по освобождению от такого мышления, потому что пока тебе 25 лет, ты еще можешь так думать, там, 35 лет, ну, когда уже переваливает, и когда уже, ну, это уже начинает работать на разрушение, не на созидание. Что ученые доказали точно, что наш мозг устроен Богом так, что мы призваны думать о чем-то одном, сфокусированно, концентрированно, анализировать, ну, просто вот буквально расщеплять. То есть, информация это, это еда, это что-то наподобие, пищи, которое мы призваны принять, и, ну, тщательно это переживать. Но мы же не едим вот так, просто вот так, ну, просто какими-то комками, да, ну, не пережевывая, так, сразу вот так, просто запихивая себе туда, чтобы быстрее, 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 ну, это можно так кушать, но это не полезно. То есть, это вот примерно то, о чем вот здесь вот показано. Можно уже убрать, чтобы не пугать, чтобы, да, чтобы это ушло уже в прошлое. И я призываю, на самом деле, наших сестер постепенно вот от этого отказываться. Какой выход? Как выходить из этой ситуации? Библия приводит это место, и это написано в притчах. В притчах четвертая глава с 20 стиха. Давайте мы тоже вместе прочитаем. И здесь написано так. Хотя написано «Сын мой», да, но в Иисусе Христе мы все, и мужчины, и женщины, братья, сестры, мы все получили в нем усыновление. Поэтому, когда в Новом Завете звучит «Сын», сестры, вы тоже это принимаете так же и на себя. Потому что во Христе Иисусе мы получили усыновление. Поэтому, когда Библия говорит, что все вводимые Духом Святым, суть Сыны Божия, это имеет отношение также и к братьям, и к сестрам. «Сын мой, словам мои внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих». То есть, на это надо смотреть, это надо читать, это надо читать и перечитывать. Храни и внутри сердца твоего. Это надо хранить в своем сердце, это надо анализировать, это надо переваривать. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорченные. Правые пути, да, вот на болгарском языке это более точно звучит, это прямые пути. То есть нам необходимо ходить прямыми путями. И поэтому написано, выпрямите свои кривизны, да, ходите прямыми путями. Бог исправляет стези наши. Есть очень много мест, которые говорят о том, что Бог, Он исправляет наши пути, которые раньше были вот такими кривыми, и мы куда-то уходили направо, налево. Он же прямыми сделает пути твои и шествия твои в мире устроит. То есть в этом месте очень четко говорится о том, как я должен внимать Слово Божие, как я должен принимать, как я должен сконцентрированно просто вот анализировать каждый стих из Библии. и вы знаете именно об этом последнее научное изыскание, которое говорят о том, что я буквально это хочу даже сегодня зачитать вот в этой книге. И здесь одна глава называется так. Наука видит вопиющую разницу. Функционирование мозга исследователи наблюдают разницу при глубоком сосредоточенном мышлении и при мысли шейкере, когда мысли вот так хаотично в разные стороны направлены. Глубокое сосредоточенное мышление благотворно активирует префронтальную кору головного мозга. Это то, что прямо находится над нашими бровями. Возрастает способность сосредотачиваться. Мысли реже перескакивают с предмета на предмет. Переход от одной задачи к другой осуществляется намного эффективнее эмоции стабилизируются и вся проблема в целом решается удачно. Исследования также показали, что глубокое сосредоточенное мышление укрепляет контакты между нейронными сетями и в самих сетях, особенно в лобной доле мозга. Другие данные говорят, когда человек обращает на что-то внимание, нейроны в коре головного мозга, который отвечает за объект внимания, возбуждаются. То есть, переключая свое внимание, мы преобразуем кору полушария. Слава нашему Богу! То есть, эти изускания, которые уже получили научное подтверждение, мы можем прочитать в одной из таких книг, которая называется «Сила концентрации» Мишель Мерезинич. Это ученый, который за вот этот труд получил определенную такую награду. И вы знаете, на самом деле, что сегодня для нас становится актуально, на чем я сегодня, например, лично работаю, я анализировал, на чем бы вот сейчас вот Господь в своей жизни поработать. И я посмотрел на свою жизнь, и я увидел о том, что в последнее время, ну, здесь мы, как вот, в условиях Болгарии, мы все, это мой термин, немножко офейсбученные, да, ну, в России, в Казахстане, там, в Беларуси, в Украине все как-то ободноклашены, или твитернутые, или вконтачены, да, или проинстаграммены, а здесь вот мы все профейсбученные, да, и вот я хочу сказать о том, что есть даже такой тест, сегодня утром я, кстати, его нашел, это тест по шкале Бергена, он конкретно выявляет, насколько ты зависим от Фейсбука, и когда я прошел этот тест, я увидел о том, что я нахожусь вот на границе, вот уже перед тем, как уже впасть в какую-то зависимость, а вы знаете, для меня, как для верующего, это очень секундно, потому что Иисус Христос говорит, то, чему ты себя отдаешь в рабы, тому ты и раб, вот, если мы себя погружаем во что-то, да, то есть все время туда, все силы туда, и вот уже незаметно, уже незаметно, и ты уже вот там с головой, то тогда ты становишься рабом вот этого явления, Бог этого не хочет, вы знаете, по времени я как-то вот я думал, Господи, что же мне делать, да, и просто Бог мне открыл о том, что, ну, конечно, мы ведем работу через Фейсбук, конечно, мы даже проводим евангелизацию, мы проводим какие-то определенные программы, христианские программы для христиан, для людей этого мира, привлекаем как-то, и без Фейсбука как-то полностью обойтись невозможно, но я просто, когда помолился, и мне просто пришло, что, по крайней мере, лимит времени, он должен быть ограничен, вот как мы детей ограничиваем, да, по времени, о том, что ты сегодня будешь только 15-20 минут, не больше, ну, вот мне Бог дал только вот 45 минут в день, в сутки, и наоборот, вы знаете, мы должны сравнивать, то есть, 10-я часть моего времени в день, это как минимум, то есть, с этого мы должны начинать, 10-я часть моего времени, то есть, в сутки, в сутках 24 часа, да, 10-я часть, это 2 часа 40 минут, ты должен быть, если ты христианин, действительно, ты должен посвящать их Иисус Христу, это должно уходить на молитву, ты должен вставать утром, прочитал Библию, да, помолился, и это начало только, то есть, в день, 2 часа 40 минут, у меня уходит на общение с Богом, на то, чтобы получить от него какой-то вот, просто на самом деле, заряд, с утра встал, помолился, на самом деле, просто для меня это уже, вот как бы, как какой-то постулат, то есть, если я утром встал, если я утром помолился, если я утром прочитал Божье Слово, я точно знаю, что у меня весь день пройдет, как вот просто помазано, да, ну, просто помазано маслом, а если я перед сном помолюсь, то Бог будет меня и ночью вразумлять, это вот, ну, мое откровение, которое я получил 25 лет тому назад, если не больше, и пройдите, можете себе записать записной книжки, пройти тест по шкале Бергена, не нахожусь ли я в зависимости, тест по шкале Бергена, зависимость от Фейсбука, и кто-то может быть немножко удивлен, да, что может быть кто-то уже зависим, поэтому пришло время освобождаться, потому что эти вещи очень серьезные, незаметно вот так порабощают людей, и люди потом уже без этого жить не могут, и вы знаете, как признак того, что попробуй куда-нибудь уехать, ну, например, на несколько дней, и чтобы у тебя ни мобильная связь, ни мобильный интернет, ни телефон, ни фейсбук, тем более, да, ну, просто были просто в отключенном состоянии, и понаблюдать за собой, если ты зависим, у тебя начнутся что, ну, как наркоманы говорят, ломки, да, начнет просто буквально ломать, появляется раздражение, просто ты становишься каким-то озлобленным, и вот просто появляется какая-то вот такая потребность, о том, что побыстрее, ну, вот что-то куда-то там пойти, куда-то вай-фай зону войти, и все-таки там посмотреть, да, вот какой-то вот такой соблазн, вот этот признак говорит о том, что ты уже зависим, вот, а мы призваны к чему? Мы призваны к свободе, к свободе во Святом Духе, Библия говорит, к свободе вы призваны, братья, аминь или не аминь, слава нашему Богу, и мы сегодня немножко поговорим, да, о том, что вот очень важно, чтобы в нашей голове был какой-то пленый такой порядок, все бы было как-то упорядочено, потому что когда все упорядочено, тогда и времени потом на это как-то меньше уходит, и вы знаете, на самом деле я привык в своей жизни стремиться к тому, что у каждой вещи в моем окружении, там, мои вещи должно быть свое место, свой порядок и свое время, вот когда, вот я понимаю, что вот эта вещь, она должна лежать вот в этой тумбочке, да, а вот эта вещь должна стоять вот здесь, и она всегда там стоит, тогда потом, когда она мне резко понадобится, я четко знаю, до автоматизма, она здесь, все, я могу туда даже не глядеть, это экономит и время, и силы, то есть это экономит мое, ну, просто на самом деле, пространство мою жизнь экономит, для того, чтобы мне высвобождать больше времени и сил на настоящую жизнь, кстати, живущие в фейсбуке, да, на самом деле не живут, фейсбук, зависимость от различных таких вот сетей, оно крадет наше драгоценное время, оно крадет то, что называется жить в позиции здесь и сейчас, наслаждение той жизнью, которая вот течет сейчас, и если ты живешь вон там внутри, в фейсбуке, как это называется, в виртуальном мире, ты просто не живешь в реальном мире, ты просто создал свой какой-то виртуальный мир, тебе там хорошо, а тебе здесь уже в реальной жизни, уже не комфортно, так я хочу сказать, так это болезнь, потому что, ну, в принципе в более поздних стадиях может развиться шизофрения, то есть довольно тяжелейшее заболевание, которое, кстати, по этой программе тоже вылечивается, то есть надо просто упорядочить свой мозг, и вы знаете, на самом деле, то есть это уже годами как-то вот, вот эта вещь вот здесь, эта вот вещь вот здесь, вот сегодня у меня какая-то программа есть, планирование дня, вот и, ну, вы знаете, я опять же позволю себе немножко пошутить, я, наверное, никогда не смогу догнать свою жену, ну, и как бы равняться с ней, потому что жена меня намного превосходит, и опять же, это честь вам, женам, потому что, вы знаете, я долго времени мог разобраться с полотенцами, ну, в том плане, что вот когда заходишь, и вот, ну, просто, ну, ну, помыл лицо, ну, я не знаю, просто, ну, и так, ну, берешь полотенце, ну, так, вытираешь, и тут сзади голос, ты чем вытираешь лицо? это же, это же ножное полотенце, ну, я же тебе сколько раз говорила, этим полотенцем, мы ноги нашей собаки, собачки вытираем, да, ну, и, вроде бы, нормальное полотенце, ну, пахнет, ну, конечно, мы же моем, хорошим моющим средством собачки, да, ну, просто, зато ноги я вытираю, я смотрю, это какое-то такое белое, бархатное полотенчик, и просто, и тут, опять же, недавно узнаю, оказывается, это не для ног, вот, это лицевое полотенце, опять же, да, ну, там, от нашей собачки, ну, я так вот, отомстил, да, нашему Яну, вот, мы в расчете, в принципе, вы знаете, вот просто, когда вот человек, ну, я прошел спецподразделение, вот говорят, бывших спецназовцев не бывает, вот нас спецподразделение, когда я служил в Сибири, в Тюмени, да, и нас учили выживать в условиях леса, в условиях тайги, в диких условиях, и просто, ну, я помню, как нас учили один раз бриться простым лезвием, ну, раньше у нас были станки такие, очень простые, туда вставляешь лезвие, так и закручиваешь, а в условиях леса, вот просто представьте, что станка нет, у тебя в кармане вот это, в бумажке завернутый в такой маленький конвертик, несколько лезвий, и нас учили о том, что, ну знаете, сколько мне пришлось вот изрезать свою кожу, вот перед тем, как научиться, то есть берешь лезвие вот так, его сгибаешь, вот намыливаешься, вот так, цик-цик-цик, нужно вот резкие движения, просто вот я научился бриться, нас учили бриться разбитой бутылкой, например, да, или хорошо отточенным ножом, ну это все реальность, поэтому, ну просто когда тебе вот так вот пропустили, вот через вот эту мясорубку, да, вот, ну на самом деле, наш учебный батальон, его называли психбат, потому что там реально курсанты сходили с ума, и просто одному там курсанту, например, побрили вообще щетину сухим полотенцем, ну не знаю, кто был в армии, тут, наверное, понимают, о чем я говорю, просто зажали голову, да, и вот так, просто вот так полотенцем, просто вот так, от этого трения, просто вот эти всю щетину удалили, естественно, у него потом был ожог, и после этого, да, вот как-то вот так, да, и просто, когда нас практически в походных условиях, ну, практически учили чуть ли не портянками утираться, там, вытирать лицо, потому что, ну, новая портянка, они хорошие, да, фланелевая ткань, ну, в принципе, приятно, и тут я захожу в свою ванну, да, и тут вот полотенце для лица, вот это с левой стороны более темное, ну, я уже запомнил, это для рук, здесь поворачивайся, это полотенце для, ну, вот после душа, и вот здесь еще полотенце, и вот здесь, и все вот это полотенце, я уже не лезу в крема, вы знаете, ну, для меня это, это высшая какая-то, знаете, какая-то кибернетика, да, вот, ну, на самом деле, какая-то вот молекулярная химия, да, ну, просто там что-то для век там стоит, что-то там для мочек уха, и просто там где-то что-то, ну, это, это, и когда мне жена говорит, ну, ты вот, вот, вот это сделай, вот это сделай, говорит, я говорю, Наташа, это, я мужчина, я могу, я могу думать только одну мысль, вот, могу думать только одну мысль, но сегодня я хочу утверждать о том, что не только мужчины призваны думать, ну, например, только одну мысль, я хотел бы, сестра, вас тоже так же призвать, думайте, пожалуйста, старайтесь думать одну мысль, но более качественно, да, вот, ну, на самом деле, вот я понимаю, что вы универсалы, но все-таки для своего здоровья, для того, чтобы находиться в таком эмоционально хорошем, стабильном состоянии, думайте одну мысль. Старайтесь вот по одной. В порядке поступления мы сейчас это называем. Поступила мысль, я ее усвоил, переварил. Проблемы решаю. В порядке поступления поступила проблема, я просто попросил там что-то, Господи, мудрости. Решил эту проблему. Дальше, пошли дальше. Это мудрость. В этом любовь. Мы повторяем пять шагов. Потому что я просто уже говорил на эту тему. Пять шагов вот в этой программе они направлены на то, что очень важно на первом этапе осознать. То есть первый шаг это осознание. Осознание твоей проблемы. Что приносит тебе дискомфорт? Что тебя разрушает? Еще раз осознайте то, на что вы в большей степени тратите свое время. Послушайте сейчас внимательно. Сейчас я очень серьезно говорю. Есть мысли, которые разрушают. И ты чувствуешь, и ты видишь, что в течение дня думаешь о чем-то негативном, о чем-то плохом, о чем-то вот, ну, на самом деле, просто какое-то самокопание, какая-то самокритика или критика какого-то другого человека. Я хочу сказать, эти мысли, они деструктивные, они разрушающие. Если вы разрушаете свою жизнь, постепенно вы разрушите жизнь окружающих вас людей, это будет работать на разрушение. Мысли, которые созидающие, ну, просто ну, кому-то помочь, кому-то я уже помог, да, как-то вот в чем-то еще закрепиться, какие-то планы, вот, какие-то шаги там выстраиваешь для достижения какой-то очередной цели. Это выстраивание твоей семьи, выстраивание бизнеса, выстраивание своего свободного времени. Эти мысли созидающие, они выстраивают мою семью, они выстраивают гармонию в моем сердце. Об этом надо думать, об этом необходимо думать. Есть эмоции, есть чувства, которые нас могут разрушать. Вы знаете, об этом очень хорошо написано в послании Галатана, в пятой главе. Это дела плоти, да, о том, что просто есть ли в твоем сердце, есть обида, раздражение, гнев, просто какое-то непрощение, да, ну, просто думаешь о каких-то вот таких нехороших вещах. Все эти мысли, эмоции, чувства, поступки, они разрушающие. И с этим надо как-то, на самом деле, работать. То есть эти вещи можно предвидеть. Об этом можно, на самом деле, просто как-то заранее позаботиться, чтобы это не то, что вот было в моей жизни, о том, что оно даже не касалось меня. Библия говорит о том, что, Иоанн пишет, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Мы можем жить так, что дьявол к нам может просто даже близко не подойти. Аминь. Спасибо за ваше аминь. Потому что это реальность. Осознали какую-то проблему. Я привожу пример на себе о том, что я осознал о том, что действительно, ну, Наташа говорит, слушай, ты что-то слишком много времени в последнее время в Фейсбуке, и я начал в этом направлении работать. Осознал проблему. Я на пограничном состоянии, да, то есть я вот-вот стану офейсбученным, я не хочу этого. Второй шаг. Сосредоточенное размышление. Я начинаю размышлять о том, как мне с этой проблемой расправиться, как мне позволить Богу просто вот на самом деле не позволить, да, чтобы я вот там целиком провалился. Когда я это все вот так буквально проанализировал, понял, что у меня есть проблема, мне очень важно это буквально прописать о том, что вот это есть. Вот я в течение дня столько-столько времени уходит вот туда. Четвертый шаг. Это переосмысление. Переосмысление – это как мне теперь выходить из этой ситуации. На самом деле о том, что я понял, что я вхожу в какую-то зависимость. И вы знаете, как врач, который раньше работал с наркозависимыми, с алкозависимыми, с людьми, которые захотели бросить курить и по каким-то причинам не могут бросить курить, я проходил и проводил людей через вот эти различные методики. И я для себя отметил о том, что человека практически невозможно просто вот так взять и освободить от наркотической зависимости, да, или от алкогольной зависимости. Можно освободить его, например, там, ну, вшили ему там ампулу какой-нибудь, какой-нибудь из спирали, да, и там под лопатку, да, и на два года, ну, просто, и он там два года ходит, у него вот эта спираль там растворяется постепенно, он пить не может, потому что иначе этот химический препарат вступит в реакцию с алкоголем, и этот человек может просто провалиться в кому. Он, конечно, не умрет, но он, в принципе, будет в очень тяжелом состоянии. Но, если говорить о полном освобождении, человеку нужна замена. То есть вместо наркотика, алкоголя и сигареты ему надо дать что-то, что будет намного, что? Намного лучше. И вы знаете, что это? Мы даем, ну, если мы работали в Центре реабилитации для наркозависимых, срабатывает только одно. Это Божья благодать. Это давай помолимся за освобождение. Это давай ты откроешь Библию и просто сам разберешься, кто такой Иисус Христос. Мы начинаем человека вести, и когда бывший наркозависимый познает лично Иисуса Христа, он получает полное освобождение. Не потому что, знаете, на самом деле, он просто принял решение, вот как-то вот так, вот просто силу воли как-то применил. Нет, потому что он познал что-то более лучшее. Не просто что-то, а кого-то, да, кто реально освобождает. Я хочу сказать, кстати, это привилегия живого христианства, потому что вы не увидите таких центров на базе буддизма или исламизма, да, или индуизма. Не увидите. Таких центров просто не существует. Для нас, христиан, это мощное свидетельство, подтверждение того, что Иисус, он не изменился. Он вчера, сегодня в веке тот же Бог. Сегодня, так же, как и две тысячи лет тому назад, освобождает, исцеляет и спасает только кто? Ни Мухаммед, ни Будда, ни Конфуций. Спасает, исцеляет, освобождает только Личность Иисуса Христа. Это сегодняшняя реальность. Слышите меня? Это то, что можно пощупать. Это то, что можно увидеть. Это то, что можно поехать и посмотреть. Реально Иисус освобождает сегодня. Скажи Аллилуйя. Так это же свидетельство, мощнейшее свидетельство, что Иисус и сегодня есть Бог. Он есть Господь. И я для себя принимаю решение о том, что я буду лучше уделять внимание семье, живому общению, друзьям. Больше буду читать хорошую христианская, качественную литературу. Буду больше внимания уделять Библии. То есть я делаю какую-то для себя, составляю такую короткую программу. Пять шагов. То есть я осознал свою проблему, я поразмышлял, проанализировал, я сделал запись, все прописал. Потом я пересмотрел, как из этого выходить. И пятый шаг. Вы знаете, осуществление. То есть это надо реально реализовывать. И знаете, я вот в этой книге просто хотел бы буквально зачитать. Это звучит так мощно. Ваше решение измениться производит электромагнитные квантовые сигналы, которые атакуют нездоровую мысль и ослабляют ее. Немножко научное. Образуются нейрохимические вещества, например, окситоцин, производящий перенастройку, дофамин, повышающий целеустремленность и внимательность, серотонин, дающий ощущение хорошего самочувствия. Эти вещества вдобавок тоже ослабляют ядовитую мысль. Клей начинает отклеиваться от вредоноса мыслей, чтобы прилепиться к здоровой мысли, которая приходит от Бога. И смотрите, что автор пишет. Осуществление. Это уже не просто решение прощать. Это прощение на самом деле. Если у тебя сейчас есть просто в сердце, всех прощаю, но вот этого человека я, извините, я не могу простить. Отпусти его. Прости. Скажи, я прощаю. Вот с этого начинается твое освобождение. Я прощаю этого человека. Это не просто решение верить в то, что Бог может исцелить. Надежда. Это уверенность в том, что тебя Иисус уже исцелил. Ранами Его мы исцелились. И ты можешь прямо сейчас сказать, Господь, я уже исцелен. Ранами Твоими я уже исцелен. Я не буду надеяться, что Ты когда-нибудь меня исцелишь. Ты меня исцеляешь прямо сейчас. Я Тебя уже благодарю за это. Это не просто решение перестать тревожиться о детях, например, поскольку Бог приглядывает за ними. Это реально отсутствие беспокойства. Для нас, как для родителей, это наш реальный опыт. Мы стремились, когда на самом деле с детьми что-то происходило, мы стремились молиться и доверять Богу настолько, чтобы в сердце приходил мир. Тот мир, о котором сегодня Антон говорил. Совершенный, сверхъестественный мир, который этот мир дать не может. Его дает опять же только Иисус Христос. Вдруг приходит совершенный мир и покой, и мы знаем, что наши дети в Божьих руках. И это уже факт, свершившийся факт в моем сердце. Это не просто провозглашение, что Бог позаботится о ваших нуждах. Это уверенность в Его заботе. Это не просто решение начать сбавлять лишний вес. Это образ жизни, заставляющий жир исчезнуть. Да? Марьяна недавно начала программу по похудению для женщин, и женщины очень довольны. И вы знаете, на самом деле, это не просто вот как бы вот так во что-то поверить. Это образ жизни. Это не просто решение не жить прошлым. Это реальная жизнь настоящая. Это не просто решение не говорить плохого. Вы на самом деле не говорите плохого, как бы вам не хотелось. Вот это последний шаг осуществления. Он самый мощный. И вы на самом деле, да, просто можете прямо сейчас вот немножко так вот осознать, где моя проблема сегодня. Господь, в чем моя проблема сегодня. что причиняет мне несвободу. Иногда действительно это на уровне психосоматики проявляется. Я не могу вдохнуть полной грудью. И вдруг ты осознаешь о том, что кого-то не простил, на кого-то есть обидок, есть какая-то неразрешенная проблема. Тут же, прямо сейчас, отпуская эту ситуацию, говорю, Господь, приди в эту ситуацию, я просто отдаю эту ситуацию в твою руку, потому что прямо сейчас ты здесь. В этом сила церкви, кстати. Здоровая церковь – это не место, где собираются идеальные люди, без каких-либо грехов, и мы друг друга гладим по голове. Здоровая церковь – это церковь с хорошей иммунной системой, с обилием любви, которая помогает нам покрывать друг друга, покрывать недостатки друг друга. Мы видим, что недостатки эти есть, они есть у меня, они есть у кого угодно. Мы все несовершенны. Один только Иисус Христос совершен, и Он один, единственный, абсолютный, у которого нет ни капли греха, который был во всем искушен, но греха не сделал. Так Библия о нем говорит. И зная Иисуса Христа, ты прекрасно понимаешь, о том, что, вы знаете, Иисус – это такая личность, которая дал нам такое уникальное учение, мощное учение, которое не дает никакая другая религия на земле. И я вообще бы не стал называть, я не считаю христианство религией, это и есть живая вера, в живого Бога, в живой Иисус Христа. И она работает на том, что мы в условиях церкви, когда мы общаемся, когда мы постигаем какие-то глубины Слова Божия, когда мы молимся, мы постигаем самое главное. Мы постигаем, что есть безграничная любовь Божия. И я хотел бы на эту тему прочитать послание к римлянам, пятая глава. Я уже заканчиваю. Послание к римлянам, пятая глава, с первого стиха. И здесь апостол Павел пишет. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого веру и получили мы доступ к той благодати. То есть благодатью мы спасены через веру, другое место говорит. В которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Смотрите, я хотел бы ваше внимание обратить на то, что здесь приводится три вот таких столпа, о которой мы уже прочитали в 13 главе первого послания к римлянам, о том, что сейчас пребывает сие три. Это вера, надежда и любовь. И здесь мы так же, вот апостол Павел проводит нас. Мы читаем про веру, мы читаем, что через Которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Надежда. И несем столько, но хвалимся скорбями, опять же, то, о чем Антон сегодня говорил, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наши сердца. Кем? Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Он не за праведников умер. Он не умер за идеальных людей. Он не умер за фарисеев или садукеев, которые считали себя, ну, просто какой-то элитой религиозного мира. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть вот ты еще во грехах, и вы знаете, вот просто какая надежда, да? Какую надежду Бог дает? Ты еще во грехах, но ты узнаешь через Евангелие о том, что кто-то тебя любит, независимо от твоих грехов, независимо от твоих пороков, независимо от твоих каких-то недостатков, независимо от того, что ты не завершил. Он просто тебя любит и принимает, уже принял тебя и уже омыл свои драгоценные крови во Христе Иисусе. Это так или не так? Я ничего не придумаю. И вы знаете, вот здесь, в пятом стихе, я прочитал, и мне вот сегодня как-то первый раз так открылось. Любовь Божия, сегодня тема любви, о том, что это не осисяя какой-нибудь, да? Это Божья любовь, и это очень серьезно. Любовь Божия излилась в наши сердца чем и кем? Силой Святого Духа, Духом Святым, третьей ипостасию, да? Тридинного Бога, да? Третьей личностью. Она пролилась в мое сердце Духом Святым. Я сделал для себя вывод, что когда мы читаем в Библии про Дух Святой, когда мы читаем про любовь, это прямо пропорциональные вещи, то есть эти вещи тождественные. То есть можно прочитать примерно так, о том, что если вот где-то Иисус Христос говорит, исполняйтесь Духом Святым, это примерно о том же, о том, что исполняйтесь Божьей любовью. Можете со мной согласиться? Это об одном и том же. Не угощайте Духа Святого, не угощайте любви. Те, кто вводимы Духом Святым, суть Сыны Божьей, да? И опять же, те, кто вводится любовью. Для меня вот сегодня вот так открылось. И вы знаете, я хотел бы сегодня поделиться вот этим свежим откровением. И мне вот, знаете, как-то вот так просто это слово преломилось, я просто увидел, как отличать. То есть мы все хотим, мы все христиане стремимся быть вводимыми Духом Святым. Это так или нет, или не так? Потому что Библия называет, только в тот момент, когда я вожусь Духом Святым, я являюсь Детем Божьим. Я могу назвать его своим отцом, и он называет, и назвал меня уже своим сыном, он назвал меня своим ребенком, он назвал меня своим Детем. И в этом отношении водительство для меня заключается в том, что каждый раз, смотрите, критерии христианской жизни. Я буквально могу из нескольких мест вот так, просто вот так, опять же, как бы суммируя, просто вывести определение жизни христианина. Жизнь христианина – это вера, то есть, или доверие Иисусу Христу, которое опирается на полное полагание, упование, надежду на Него, и действует чем? И действует любовью. Я бы хотел сказать, чьей любовью? Не моей. Любовью Иисуса Христа. Божьей любовью, Божьей безграничной любовью. И здесь для меня открывается, знаете, какая-то вот такая глубина, потому что теперь для меня боль становится понятным. Например, ты становишься перед какой-то дилеммой, о том, что поступать так или не поступать, Господи. Ну, например, там человек меня обидел. Господи, простить ему? Отпустить его? Да, конечно, прости. Да, конечно, отпусти. Потому что, если ты не простишь, вот это непрощение, оно начнет разрушать твою жизнь. И рано или поздно, пока ты не простишь, пока ты находишься в состоянии непрощения, вплоть до того, что она может разрушить твою жизнь и тех людей, которые тебя окружают. Ты становишься замкнутой системой, потому что Бог говорит, что если ты не простил, то и Отец Небесный не может простить. Прощайте, и только тогда прощины будете. Аминь или не аминь. Каким судом судите, таким Бог судит нас. То есть эти вещи какие-то тождественные. Я кого-то сужу, 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 и это меня же самого и отравляет. Оно разрушает меня. Господь, я от этого отказываюсь, потому что Слово Твое говорит, не судите. Я весь суд отдаю судье, который есть, единый судья праведный, который один истинно правильно судит. Я не могу правильно судить, ты правильно судишь. Поэтому я даю этого человека тебе, полностью, целиком. И вы знаете, в этот момент приходит что? Приходит радость. Приходит любовь. Приходит освобождение. Так вот он критерий. Аминь или не аминь. То есть, когда я вожусь Духом Святым, сегодня мы открыли для себя, когда я вожусь Божьей любовью, для меня всегда выбор в той или другой ситуации, что? Поступить по любви Христа. Аминь или не аминь. Чтобы эта любовь, она продолжала владычествовать, чтобы мир Божий продолжал владычествовать в моем сердце. Аллилуйя. Для кого-то это является откровением. Смотрите, как становится просто и легко. То есть, я двигаюсь по этой жизни и сталкиваюсь с какими-либо другими явлениями. И что является приоритетом для самого Бога, для самого Христа? Иисус Христос дает мощную... Мощнее не бывает. Никто так не учил. Никто такие слова не говорил. Он дает мощную нагорную проповедь. И что он говорит? Он говорит, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, любите ненавидящих вас и всячески благотворите тем, кто гонит, злословит и ненавидит вас за имя мое. Любите даже врагов ваших. Я хочу сказать, это заповеди совершенства. И кто-то может сказать, исполнить их очень трудно. Просто мы не можем, люди, исполнить это. Так в этом-то вся и загвоздка. Так в этом-то и суть веры. В этом постулат веры. Сам я исполнить эти заповеди не могу. Я могу исполнить по благодати Божией, любовью Иисус Христа. Каждый раз, когда я не могу, говорю, Господи, я не могу уже опять прощать этого человека. Он сколько раз уже подводил меня, сколько раз уже просто я говорил ему, разговаривали, ну что, у меня больше нет любви, я истощен. Господи, дай Твою любовь, чтобы покрыть, чтобы опять простить, чтобы опять принять его. Потому что у меня такой любви больше нет. Я истощен. Так или не так. И в этот момент я хочу сказать о том, что если ты это провозгласил, если ты в это поверил, если ты позволил Богу двинуться в твоей жизни, ты покрываешь человека не своей благодатью, а благодатью Божией. Не своей любовью, а любовью Иисуса Христа. И это реально происходит. В моей жизни это происходило сотни раз. Я сегодня просто на самом деле я не делюсь какими-то знаниями, я делюсь опытом, своим переживанием. Я когда-то рассказывал о том, что в реанимации меня реально, когда я пришел туда, и они узнали, что я христианин, из какой-то евангельской церкви, да, ну просто я не сказали, ну потому что они там все считают себя православными, да, считали, да, и ну сектант пришел, да. Ну давайте его, раз он сектант, я хочу сказать о том, что реально люди этого мира, они за нами наблюдают. Мы для них являемся священным писанием. Священное писание, это когда они говорят, ну ты же верующий, ты же читаешь Евангелие, где оно в твоей жизни? Докажи. Пожалуйста, давай. Мы тебя отправляем там вот в кучу вот, знаете, там вот тряпка, знаете, работа в реанимации, в онкологии, это что? Это работа с испражнениями, это работа с гною, это работа с кровью. Это, я хочу сказать о том, что это вот эти, вот эти все отходы, да, ну просто я когда был в шахте, ну я считаю, что в шахте более благородно работать, ну в плане того, что уголь, он не дает вот, ну такой опасности, ну то есть уголь может, конечно, постепенно уже проникнуть в мои легкие, вызвать у меня там силикоз, легочные заболевания, но вот этот гной, вот эти испражнения, которые вот просто вот это, и мне надо вот туда зарыться. И вы знаете, я прошел все этапы, несмотря на то, что я пришел в качестве медицинского брата и учился в медицинском университете, меня провели там через санитарию, то есть я был санитаром. То есть я прошел вот так, то есть санитар, потом когда поняли, убедились о том, что я не брезгую, да, я не брезговал, я шел туда, куда меня посылали, да, посылали меня очень далеко. Я просто входил вот в это, да, и вот на самом деле просто копошился, вот это все убирал, подмывал, ну просто вот все, вот это самое грязное, оно мне досталось. И вот несколько месяцев вот этот, знаете, на самом деле, я бы сказал, ад, настоящий ад моей жизни, он продолжался, я молился, или Господи. И одна медицинская сестра, она меня так гнобила, да, ну просто она, просто вот когда он узнал, что христианин, она меня возненавидела, она была православной. Ну это для православных, это, я не знаю, наверное, это какая-то норма жизни, да, о том, что сектант, да, просто, просто, знаете, в глазах желание не просто меня как-то вот унизить, а убить, уничтожить, просто раздерзать, просто стереть в порошок. И она настраивала против меня всю бригаду, всю команду, да, вот, ну всех медицинских сестер, все санитарки там, ну доктора, конечно, в эту категорию не входили, потому что это отдельно, вот, но меня все возненавидели. Вот просто вот в этих условиях я работал, да, вот, ну просто гной, испражнение, кровь, иди туда, иди там, вытри, иди под мой, иди вот. И вы знаете, на самом деле, ну я принял для себя это как школа смирения, хорошего смирения. Я не жалею о том, что я это прошел. Для меня это было, знаете, вот на самом деле, это вот то, о чем мы сегодня прочитали, это была какая-то скорбь, в которой я вырос, в которой произошло сокрушение моей гордыни. Без остатка просто вот так, просто Бог вымел вот этот мусор, о том, что, а что тебе гордиться, ты кто такой вообще, да, ну на самом деле. Ну просто вот докажи, докажи, что ты любишь. И вот приходит побуждение, в один момент, когда я возвращался там с большой конференции, и мне подарили такую красивую американскую ручку, да, она висела вот так на шее, таким, на таком толстом, золотистом таком шнуре. А в те времена, ну это 90-е годы, да, просто такая ручка, я вот так бегал там с этой ручкой в таком красивом там белом таком халатике, вот так я вот так, сниму вот эту ручку, напишу что-то какие-то, и смотрю, что-то взгляд вот этот, да, на себе улавливаю. О том, что это медицинская сестра, она увидела эту ручку, ну и, наверное, ей как-то завистно стало, да, и когда мы остались в раздевалке, она принимала, она сдавала смену, говорит, а что это у тебя новая ручка такая интересная? Я говорю, ну да, это вот мне подарили там на конференции, там, ну, а можно посмотреть ее? Ну, я так, она так челкается, вот такая красивая, классная ручка, она такая разноцветная такая, и какая удобная, она на шее, то есть вот идеально для медицинского брата, для медицинской сестры, такое удобство, такой комфорт. И она отвернулась к зеркалу, и там что-то там, ну, там макияж, там что-то там с лицом продолжает делать, я поворачиваюсь, и мне приходит мощное побуждение, приходит стих из Нагорной проповеди, благотворите тем, кто вас всячески гонит, злословит и ненавидит за имя мое. Так это же вот про эту ситуацию. И вы знаете, Бог мне говорит, сними эту ручку, подари ей. Она хочет эту ручку, ей эта ручка понравилась. Я снимаю с себя эту ручку, я подхожу к ней, говорю, Лен, я хочу тебе эту ручку подарить. И вы знаете, что произошло? Она заплакала. Она вдруг, она говорит, это что мне? Это мне никогда никто подарков не дарил. Вообще, ну, просто. И оказалось, что она просто несчастный человек, она озлобленная. Когда она вот это на себя одела, она разрыдалась. И вы знаете, когда я пришел на следующую смену, и она мне сдавала уже, она построила, потому что она была очень властна, она имела очень большое влияние, она построила всех медсестер и санитарок. Построила это, говорит, Геннадий, вот сюда вот встань. Я говорю, а что такое, что случилось? Я встал, и она говорит, медсестры, санитарки, вы слышите меня? Я говорю, да, да, слышим. Кто-нибудь что-нибудь скажет вот про этого человека? Говорит, я своими руками вас порву просто. И вы знаете, ситуация была настолько курьезная, смешная для меня, потому что кроме нее меня так сильно никто ненавидел. То есть это была ее ненависть. И тут она вот эту ненависть направляет на медперсонал и говорит, если кто-нибудь что-нибудь скажет про этого человека, ненависть перенаправилась на других людей. С меня вот это сняли, все. Я перестал уже там в гное капошиться, начал выполнять свою работу медицинского брата, потому что я по положению медицинский брат, я не санитар. Все, ты больше к этому не прикасайся. Ты вот здесь вот это вот делай, там укольчики, там системки ставь, все. Там есть на это санитарки. Еще пять, ну там на самом деле, там дней тому назад я был для нее последним человеком. Как послушание Иисусу Христу может круто изменить ситуацию на 180 градусов, только потому что ты поступил по Евангелию. Я хочу сказать о том, что опять же, вот это никакая другая религия не дает. Это живое учение Иисуса Христа. Вот чему учит, например, буддизм это вообще религия без Бога. Ну ее так назвали, потому что там просто учит, это соблазн едемского сада, я бы так это назвал. Это то, когда дьявол подошел к людям и говорит, ну вкусите от дерева познание добра и зла, вы сами станете как боги. Ну то есть вот буддизм это мучает, о том, что бога нет, вы сами можете стать как боги и просто вот исполняйте какие-то, проходите какие-то этапы, шаги. И вот вы знаете, на самом деле, в моем представлении там, ну вот хатха-йога или буддизм, это состояние, когда люди на самом деле убегают от реальности. То есть вы можете приехать в Индию и увидеть о том, что там йоги сидят там на обочине дороги, они ничего не едят, они медитируют. Вот им хорошо, они там достигают какой-то нирваны, но они абсолютно оторваны от реалии этого мира. Им хорошо внутри самих себя, вот. И это на самом деле, это бегствие, ну бедствие, это бегство, это то, что психологи называют дефлексивный механизм, убегание. То есть люди просто, опять же, скрыли свою бочку и оттуда вот из дырочки подглядывают за вами. Или, ну, про ислам я вообще, честно говоря, много не хочу говорить, потому что ислам сам за себя говорит. Это религия довольно агрессивная, довольно воинственная. Вот в Коране, то, что я прочитал, я изучал Коран до своего верования, я читал Пхагавадгита, источник вечного наслаждения, я прочитал Коран два раза. И я читаю суры, да, я изучаю аяты, и считаю там, что очень четко, я буквально слово в слово перевожу на русский язык, с арабского языка, переводится так. Если ты, ну, это обращение к исламисту, встречишь христианина, потому что ислам это более поздняя религия, это третий век после Рождества Христова, или иудея, прими его, потому что он брат твой. Читаю дальше, в следующем, или в каком-то аяте, я уже не помню, как он называется, в какой-то суре написано. Если ты встречишь христианина или иудея, то есть еврея, да, убей его, потому что это неверно. Я читаю в одну книгу и вижу там настолько вот это, знаете, противоречиво. То есть это книга, которая с одной стороны призывает, прими, да, а с другой стороны не просто там вот как бы из крайности в крайности, не просто там вот как-то оторни, убей его, убей. Понимаете, да? И вот просто, почему я все вот это сравниваю? Потому что для меня христианство это живая вера, в которой Бог заботится о том, чтобы ты даже не болел. То есть если ты находишься в послушании и водишься святым духом и находишься вот в какой-то его безусловной любви, то есть если ты послушан, если ты ведешься духом и каждый раз выбираешь любовь, любовь Иисуса Христа, любовь побеждает, любовь покрывает, любовь долготерпит, любовь не раздражается, да, вот просто вот каждый раз делаешь правильный выбор, вот идешь правильным путем, идешь правым путем. Ты, сохраняя себя в состоянии любви, в этом состоянии ты не можешь даже болеть. В тебя не может никакая инфекция. И вы знаете, эти свидетельства, которые говорят о том, что евангелисты во время эпидемии чумы, да, тифа какого-то, вот он идет и он работает вот с этими умирающими. Он прикасается к ним руками. Его берут, это я рассказываю реальный факт, берут этого евангелиста, вы что делаете, вы куда идете? Там очаг, там очаг инфекции, там люди погибают, там люди умирают. Что вы делаете? Я молюсь, я служу им, потому что я для них вот последняя надежда, последняя вот какая-то соломинка. Пойдемте, мы вас исследуем. Они исследуют у руки, и там нет ни одного микроба. Представляете себе? Потому что он наполнен свинным духом. Он вводим вот этой безграничной Божьей любовью. Он идет туда, и инфекция к нему не прикасается. Дьявол к нему не прикасается. Лукавый к нему не может даже прикоснуться. Я говорю вам факты сегодня. Факты, которые реально в истории церкви, они существуют, они есть. От них никуда не деться. Вот в это надо поверить, да? Вот, ну, что может атеист в таком случае сказать? Факты налицо. Ничего. Ничего. Атеизм обезоружен, да? Атеист – это личность, которая страшно ненавидит Бога за то, что его нет. Вот. Это вот определение атеиста. Атеист – это личность, которая страшно ненавидит Бога за то, что его якобы нет. Это абсурдная вещь сама по себе, абсурдное направление. Но что для меня христианство, да, знаете, на самом деле? Если мы проникся этой мыслью, мы в самом безопасном состоянии и положении, когда, только тогда, когда мы пребываем в любви. И только вот это учение, здравое учение нам дает личность Иисуса Христа. Больше никто. Ни с кем сравнивать вообще. Никто так никогда не учил. И не просто, знаете, на самом деле, Иисус не просто учил, Он так жил. И Он доказал это учение свое, здравое учение своей жизнью. То есть, Он не только так научил людей, Он так поступил. И Слово Божие об этом говорит так, что Бог свою любовь доказал тем, что Иисус Христос умер за нас. Он душу свою отдал. Он не просто, да, вот, ну, там, Будда поучил, там, и потом умер там в довольно преклонном возрасте. А Иисус, Он доказал свое учение. Вот это самое невероятное какое-то жертву. Он отдал за нас свою жизнь. Святую жизнь. Непорочную жизнь. Он пошел на крест незаслуженно. А не потому, что Он там, на самом деле, заслужил эту смерть. Он пошел добровольно, чтобы встать на кресте вместо меня. Он умер за каждого из нас. Он умер, скажи так, Иисус умер за мои грехи, за мои личные грехи. И умер, Он умер лично за меня и воскрес в мое личное оправдание. Так Слово Божие говорит. Он умер за наши грехи и воскрес в наше оправдание. И сегодня Он сидит, одеснув Бога на высоте, является единственным, слышите меня, единственным ходатаем, то есть адвокатом. Тот адвокат, который сегодня непрестанно ходатывает за каждого из нас. Он оправдан. Он исцелен. Он освобожден. Я вступаю за Него. Бог, пусть этого не будет на Нем, пусть это будет на мне. Потому что этот человек поверил в меня, в Иисус Христа. Аминь или не аминь. Слава нашему Богу. И вы знаете, просто я уже заканчиваю. В принципе, я уже закончил. Я хотел бы просто призвать церковь, лично каждого человека, тот, кто, может быть, сейчас смотрит нас и смотрит не случайно, просто посмотри в свое сердце. Первый шаг просто осознай, Господи, что является сегодня препятствием. Я чувствую, что мне сегодня что-то мешает. Мешает принять Тебя как своего личного спасителя. Господь, может быть, я в каком-то непрощении. Может быть, я кого-то осудил. Может быть, я на кого-то обижен. Пожалуйста, помоги мне прямо сейчас Твоей благодатью. Потому что Господь очень. В этом есть принцип веры. Доверившись Тебе, уповая только на Тебя, поступить по любви Твоей. Доверившись Тебе, Иисус, уповая на Тебя, Иисус, поступить по любви Твоей. Вера, действующую любовью. Помоги мне простить этого человека. Помоги мне отпустить эту ситуацию. Прямо сейчас я прощаю этого человека. Прямо сейчас я отпускаю эту ситуацию. Доверяю ее просто в Твою руку. Господь, слово Твое говорит, что побеждай всякое зло добром. Не будьте побеждены злом. Побеждай всякое добро злом. Побеждай всякую ненависть к любовью. Тебя, возможно, прокляли. Самый лучший выход – это просто благословить этого человека. Не проклинать взаимно. Не злословить ему след. А просто развернуться и сказать, пусть Тебя Бог благословит во имя Иисуса Христа. Будь благословен. И в этот момент это проклятие, оно на Тебя больше не действует. Оно разрушается. Оно отправляется на Голгофский крест. Прямо сейчас это практикуйте. Произнесите это вслух. Произнесите это шепотом или громко, или как вам Бог на сердце положит. Сделайте первый шаг навстречу Богу. Скажите Господь Иисус, войди в мое сердце, как мой личный спаситель. Ты удалил эту преграду. Я прощаю. Я благословляю. Я благотворю. Я делаю добрые дела по благодати Твоей. Не сам, но потому что поверил в Тебя. А мой меня, прямо сейчас меня, Господь, Твоей драгоценной кровью от всякого греха. Потому что написано, что исповедующий грехи свои, тут же омывается Твоей драгоценной кровью. Кто исповедует грехи свои, тут же омывается кровью Иисуса Христа от всякого греха, без исключения. Спасибо Тебе за то, что Ты очистил меня, за то, что освободил меня, за то, что исцелил меня, за то, что спас меня. Спасибо Тебе за то, что я стал частью Твоей большой семьи. Спасибо Тебе за то, что я могу назвать Тебя своим отцом и что Ты меня назвал своим сыном, потому что я принял решение поступать по любви Божьей. И пребывать в любви Божьей, зная, что в этом спасение. Потому что Ты сказал Иисус, познай, Найти истину, и эта истина сделает вас свободными. Кто-нибудь скажет на это? Аминь. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Спасибо Богу за Его Евангелие, за то, что мы можем читать такие драгоценные истины и через это получать освобождение и спасение. И я хотел еще коротко помолиться за наше приношение, пожертвование, десятины. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что здесь, в Армии,